Обзор Galaxy Note Обзор предыдущего поколения Он, как говорится, вспомнить, что было хорошего в этом устройстве Какие здесь были нововведения И сравнить это с тем, что мы получим в новом поколении устройства Ну давайте обо всем по порядку И первое, на что мы сегодня посмотрим, это дизайн и компоновка Дизайн у этого аппарата очень приятный Он действительно удобно лежит в руке Особенно, когда вы пользуетесь им двумя руками В принципе, это все, что хочется сказать о дизайне Единственное, что я вам советую просто пойти в магазин И поддержать это устройство у вас в руках И тогда вы точно сможете составить свое собственное впечатление О том, удобно ли вам пользоваться им или нет Потому что, в принципе, все зависит от того, как вы будете пользоваться этим устройством Давайте теперь взглянем на компоновку Внизу мы видим разъем microUSB для зарядки и синхронизации с компьютером Также мы видим микрофон для записи разговора Также мы видим разъем для стилуса О нем чуть-чуть попозже Также на правом торце мы видим кнопку включения Наверху мы видим разъем для наушников и старый микрофон для шумоподавления На левом торце мы видим качек регулировки громкости И наверху мы видим, то есть на передней панели мы видим большой экран Также мы видим логотип Samsung, разговорный динамик, два датчика, датчик приближения и датчик освещения И веб-камеру на 2 мегапикселя И здесь внизу мы видим кнопку основную механическую и две сенсорных Это кнопка контекстного меню и кнопка назад В принципе, это все, что хочется сказать о дизайне и компоновке Далее мы с вами посмотрим на технические характеристики этого устройства Они действительно внушительные, даже если учитывать Тем более, если учитывать то, что выпущен аппарат был аж в сентябре прошлого года Первым делом хочется сказать о великолепном экране этого устройства Этот экран имеет диагональ 5,3 дюйма и разрешение 1280 на 800 точек К примеру, такое разрешение используется в версии в MacBook Pro 13-дюймовом И, в принципе, такое разрешение очень-очень хорошее, особенно для такой диагонали Плотность пикселей на этом экране составляет 285 на дюйм И очень-очень классный экран У него действительно классная цветопередача Это HD Super AMOLED дисплей Единственный минус, который есть у этого экрана Это, конечно же, технология Pentile Далее мы с вами посмотрим на физические размеры этого устройства Они составляют 82,95 мм в ширину, 146,85 мм в высоту и 9,65 мм в толщину Это достаточно тонкое устройство, как вы видите Но тем более уж для таких размеров Оно немногим толще, чем флагман компании Samsung прошлого поколения Это Samsung Galaxy S2 Но Samsung Galaxy S2, напомню, является одним из самых тонких телефонов на данный момент Теперь давайте посмотрим на другие технические характеристики Ну, к примеру, это операционная система, с которой он изначально поставлялся Он поставлялся с операционной системы Android 2.3 Gingerbread И фирменной надстройкой TouchWiz В принципе, это была достаточно хорошая надстройка Она имела достаточно много функций А теперь уже аппарат не так давно обновился до новой версии операционной системы А именно Android 4.0.3 И с этим обновлением пришло достаточно много разных интересных и полезных функций И также я заметил такой очень хороший прирост производительности И в том, что стало гораздо больше программ работать на этом устройстве Ну, давайте теперь посмотрим на еще другие разные характеристики Это, естественно, емкостной у него дисплей с мульти-тачем Также он умеет записывать видео в формате Full HD с частотой кадра в 30 секунд Камера у него 8-минга пиксельная с автофокусом и вспышкой Вот она Кстати говоря, глазок камеры достаточно сильно царапается и заляпывается Я вам советую его протирать для того, чтобы получать более качественные снимки Также у этого телефона присутствует функция USB Host Touch Есть специальный переходник, вы можете подключить к нему любую флешку С точки зрения объема памяти Здесь есть, слава богу, слот для micro-USB карточек Он скрывается под крышкой Кстати говоря, карточки поддерживаются в формате microSD и до 32 ГБ Здесь же под крышкой мы видим аккумулятор на 2500 мАч Это очень большой аккумулятор Он примерно на треть, даже на полтора раза больше, чем аккумулятор в Galaxy S2 И это позволяет, это позволяет даже телефон с такой большой производительностью Таким большим ярким экраном продержаться, но как минимум полутора-двое суток Что дальше, далее я могу сказать о памяти Так как помимо 16 ГБ на модели выпускается также 32 ГБ модель И здесь присутствуют все основные интерфейсы Это USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Bluetooth 3.0 Теперь о железе этого устройства На тот момент, когда он был выпущен, это был один из самых производительных телефонов Он имел частоту процессора 1400 МГц И также этот процессор был двухъядерный Это Samsung Exynos, но только немного разогнанный Чуть-чуть разогнанный по сравнению с версией для Galaxy S2 И также здесь присутствует 1 ГБ оперативной памяти И в принципе это такие, это основные функции этого устройства Но помимо графического ускорителя, это Mali-400 Такой же, как был установлен в Galaxy S2 И устанавливается в Galaxy S2 Но это в принципе все, что хотелось рассказать о технических характеристиках И далее мы с вами посмотрим на общие впечатления мои от использования этого устройства Действительно компания Samsung 1 сентября 2011 года Удивила весь мир Представив действительно во многом революционный и очень-очень как минимум интересный гаджет Который задал такую моду на большие экраны, на очень хорошие технические характеристики Но в этом устройстве помимо этого сочеталось еще и много таких интересных моментов Как, например, еще не упомянутый мной стилус В принципе этот стилус имеет достаточно много применений Как, например, рисование Естественно, то для чего и сделано большинство стилусов Давайте мы запустим фирменное приложение с мамой И нарисуем какой-нибудь рисунок Давайте мы какой-нибудь вот такой вот Не то, не то Секунду Вот Этот стилус также реагирует на скорость нажатия И также на силу нажатия В принципе, программа приустановленная Она позволяет очень удобно работать с этим стилусом Но если вы хотите больше функций Я вам посоветую, например, такую программу, как S-Mobile В принципе, это все, что хочется рассказать о стилусе Это достаточно полезная штука Поэтому, если вы любите рисовать Я думаю, это устройство вам понравится А что еще хочется рассказать о впечатлениях от использования Это устройство меня поразило тем, что оно очень-очень-очень долго работает Камера снимает очень хорошие снимки И в принципе, все в этом устройстве как-то гармонично и очень сочетается со всей идеологией компании Samsung И в принципе, это все, что мне хочется рассказать о общих впечатлениях от этого устройства Если вам нравится рисовать, если вы любите смотреть фильмы, лазить в интернете Или делать какие-то подобные вещи с вашим устройством И вас не смущают размеры и цена этого устройства До сих пор, кстати говоря, это устройство стоит в районе 20 тысяч То я вам искренне советую это устройство Поверьте, вы не пожалеете И это все, что мне хочется рассказать на сегодня о Galaxy Note Я надеюсь, вам понравился этот обзор И я также надеюсь, что вам понравилось это устройство Потому как оно действительно очень классное и интересное Спасибо за просмотр Подписывайтесь, комментируйте Подписывайтесь, комментируйте